Айнард Фиайн, жители Империи, с вами Нельфгардец, и сегодня мы поиграем с сильнейшей колодой тактики от нашей подписчицы Дарьи Еретиковой. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нельфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд канал Империя Нельфгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, в качестве обилки лидера мы берем порабощение. По приказу мы захватываем вражеский отряд силы 3 единицы или меньше, увеличиваем значение на 1 единицу за каждые 4 карты тактики нашей стартовой колодии, и таким образом мы будем захватывать отряды с 6 единицами силы. Далее, тактическое преимущество усиливает дружественный отряд на 5 единиц. Артуат Таранова Ассимиляция создает копию любой карты невероломной, которой мы накинули статус шпиона за игру. Ардалия Эбдаги, моя уже любимая, одна из любимых карт. Размещение в дальнобойном ряду мы возвращаем в руку противника какую-то карту с поля и берем себе карту. Ну и понятно, максимум это возвращение карты в руку столько, насколько у нас тактик в колоде. Далее, удар милосердия Эхо наносит 3 единицы урона вражескому отряду. Ян Кальвейт, при размещении он размещает наши карты сверху донизу от самой сильной до самой слабой карты, делая нам золотую руку. Иоахим Дэвет, вероломство, играем верхнюю карту из колоды, которая невероломная, и усиливаем ее на 8 единиц. Шиллерд Фитц Эстерлен, размещение делает сильнейшую карту противника в руке равной 1 единице. Очень, кстати, хороша против того же Ардалия Эбдаги, он станет единичкой, если противник играет Яна Кальвейта. Лидия Ван Брэдер Ворд создает или играет из сброса противника особую карту, бронзовую. Тоже очень хорошая карта. Анна Генриетта позволяет нам, если мы в того же прорабощении играем, восстановить нашу обилку лидера изначально. Но в любом случае мы всегда будем, в большинстве случаев, восстанавливать обилку лидера противника себе. Что иногда бывает очень полезно. Под куб создаем, играем отряд из стартовой колоды противника, как золотой, так и бронзовый. Желательно, конечно, чтобы золотые нам приходили. Измена. Наносим двум смежным картам урон, равный той, что посерединке находится у нас, на которую мы измену накинули. Помилование. Захватом вражеский отряд силой 3 единицы или меньше. Заговор. Усиливаем его на 2 единицы. Преданность. Активируем способность заговора в любом случае. Далее. Губитель. Размещение. Поместите карту из нашей колоды на ее верх. Если это чердея, создаем стражу в этом ряду. Мы будем так ее играть. Дивизия Вененда. Соответственно, усиливается на одну за каждую тактику в руке. Имперская дипломатия тактика. Играем бронзовую карту из фракции противника. Притирка. Заметьте, притирка. Давно мы ее не видели в игре. Потому что теперь мы ее можем использовать, потому что это теперь тактика. Усиливаем отряд на 5 единиц. Если солдат, то сначала исцеляем его. Рыцарский турнир. Наносим 4 единицы урона. Подготовка к бою. Усиливаем дружественные отряды на 4 единицы. Если солдат, то на 6. И добавляем 2 единицы брони. И чародей-убийца. Соответственно, его мы будем доставать губителям. Итого, играть на 11 очков. Потому что при выпрыгивании из колоды наносит 2 единицы урона. И вот, собственно говоря, основная сборка от нашей подписчицы. И что я хочу сказать сразу. Колода очень хорошая, очень мощная. Это тотальный контроль всего. Абсолютно контроль всего. Итак, какова же стратегия данной колоды? В общем, тут у нас достаточно интересная ситуация. Как же мы играем первые раунды? На самом деле, нам желательно получить Вениндаль, какую-то бронзу. Не губителя. Ну, можно одного, например, губителя. И какое-то там золото получить. Ну, и прежде всего, Яна Кальвита. Отберем первый раунд за счет чего? Мы создаем дивизии. Ставим дивизии, они становятся десятками. Там помилованием, если оно у нас есть, можем попробовать стащить Саскию. Тьфу это не Саскию. Мильву у белок, если получится, в принципе. Ну, получится на самом деле может. Потому что на нашей стороне будут большие сильно карты. Либо мы можем уйти и отыграть через новый юнит. Через бронзу всю. Как золотую, так и бронзу. Ну, через тактику бронзовую и золотую. Далее. Соответственно, я в первом раунде отдаю подкуп. Отдаю Вениндаль. Отдаю имперскую дипломатию. Притирку отдаю Вениндаль. Подготовку к бою отдаю Вениндаль. Безусловно, да, это плохо, что мы концентрируем много силы в одной карте. Но лучше, чем ничего. Далее. Можем отдать, если есть губитель. Помилование. Ну, измену бережем на потом. Можно подкуп попробовать. Но не всегда. В любом случае, последний наш ход – это Ян Кальвейд. Он выстраивает все карты от сильнейшей к слабейшей и делает нам золотую руку. И тут во втором выиграв первый раунд, мы выходим во второй, и мы должны сами для себя понять, сможем ли мы затащить второй раунд. Если у нас уже было какое-то топовое золото, то дальше нам может прийти, там, если есть Таранова, то в руку заходит Ордаль, Удар Милосердия и Юахим, да. Юахим и Удар Милосердия – безумно сильная комбинация. Почему? Потому что мы знаем, какие карты он будет отыгрывать сверху. Если они у нас зашли и больше золота нет, то следующими отрядами, которые они отыграют, будут Эстерлен и Бредерворд. Они отыграют на 13, плюс свои обилки используют. Это очень и очень сильно. И тогда в третий раунд мы перейдем, если вдруг не затащим второй, с Анной Генриеттой и Губителями. Но нам по мулигану придет, если мы не использовали подкуп, измена, помилование. Потом Губители. Я все-таки предпочитаю играть следующим образом. Перейти в третий раунд, получить Эстерлен и Бредерворд. Далее. В третьем раунде нам зайдет Анна Генриетта. Скорее всего, измена, подкуп и помилование будут уже отыграны. Если не отыграны, ну ладно, возьмем подкуп, измена. Или там вот какую-то еще две из этих трех карт. И тогда мы будем играть Юлахимом Деветтом в район 20. Каким образом? Мы его ставим. И сразу у нас следующая карта. Это Губители. Губители поставили Девета. Удар Милосердия в него же. Опять мы ставим Девета. Выпрыгивают два Губителя. Усиливаются на 8. 8 плюс 4, 12. Но 12 плюс еще 7. 12 плюс 7. В районе 19. Как раз мы ушли. Две карты сыграли на 19. Очень и очень сильно. Очень сильно. Плюс у нас еще Золотая Рука. Ну и дальше мы отыгрываем от ситуации. То есть мы контрим противника через Шиллерда в самом начале. Можем контрить, потому что в любом случае самая большая сильная карта будет в третьем раунде. Ставим Шиллерда. Бредер Ворд. Там создаем какие-нибудь карты на урон. Которые были в сбросе противника. Они скорее всего будут. Вот. Там Тарановой. Вопрос, кстати, часто задают. Как играть Тарановой? То есть как мы создаем шпионский отряд? Статус шпиона кидаем. То есть мы кидаем статус шпиона следующими способами. Первое. Через обилку. Второе. Через измену. Третье. Через помилованную. То есть три карты мы точно сможем взять и накинуть в статус шпиона. Создать Тарановой. Но лучше всего кидать их в те карты, которые будут там движками, сильными, сами по себе и прочее прочее. То есть... Ну, либо те, которые играют от размещения. Да? Ну, приказы, конечно, тоже могут зайти. Но мне больше всего нравятся карты от размещения там. Может быть, там кто-то взял, создал Вильгефорца. Мы взяли вот этого, сейчас скажу, какого. Вот этого Вильгефорца. Мы его взяли, перекинули себе. И потом через Таранову создали Вильгефорца. Уничтожили сильнейший отряд противника. То есть... Ну, очень здорово, на самом деле. Очень сильно, я хочу сказать. Вот. Ну, какой-то конкретной стратегии я бы не сказал, что тут есть. То есть, ну, тут есть какие-то четкие именно комбинации. То есть мы берем первый раунд, завершаем Яном Кальвейтом. Делаем золотую руку. И смотрим, как отыгрываем Иоахима Девета. Вот с ударом Милосердия. Вот ключевые карты. Затем держим Аэбдаги до последнего. Ставим его там последней картой, предпоследней. Сносим движок противника. Ну, если он накопительный, мы все накопление скидываем. Берем следующую карту в колоде. Золотую или там еще какую-то. Отыгрываемся и прочее-прочее. То есть очень гибкая, на мой взгляд, очень хорошая колода. И я хочу сказать, намного лучше даже той, которую я делал по тактике. Где у меня были именно что карты с приказами, вроде Делатура, вроде Скеллина. Ну, тут понятно, что они как бы номинально мощнее. Плюс там был трупный яд. Вот. Я даже пытался гарнизон впихнуть. Да, понятно, они как бы номинально мощнее, потому что в перспективе, если они отыграют, то, ну, столько силы могут дать и столько контроля, что ужас. Ужас-ужас. Ну, и здесь самое главное. Это темп. Сильный, быстрый темп. Сплошное размещение. Никаких приказов. Вся карта идет одна за другой. Мы просто берем и кладем, выкладываем карты на стол. Поэтому мне колода реально очень нравится. Всем советую ей отыграть. Я думаю, впрос с этой колодой выйти очень и очень легко. Поэтому давайте еще раз поблагодарим нашу подписчицу Дарью Еретикову, которая снабжает нас интересными и мощными колодами. И благодаря этой колоде она уже набрала 2500 ммр. И, собственно говоря, как я понимаю, залетела с помощью нее в ProRank. Поэтому давайте мы ей понаставим лайков на сайте Гвинта, понаставим лайков под видео и соберем и просто уничтожим ладер этой сильнейшей колодой. Ну, и напоследок. Я напоминаю, что на канале идет активнейший сбор средств на обновление моего голоса, чтобы звук во время стримов стал еще лучше, еще приятнее. И во время записи тоже. Поэтому нам осталось собрать буквально 4000 рублей. Может быть, на момент записи уже чуть меньше, но я не думаю, что 4000 рублей мы за неделю так уж быстро соберем. Но, тем не менее, если вам хочется сделать канал еще лучше, мой голос еще красивее, то присылайте свои донаты с вопросами или пожеланиями по ссылке на Donation Alerts в описании к ролику. И в первом прикрепленном комментарии. Ну, а теперь пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Ну, что ж, сыграем против порабощения. Порабощение против порабощения. Интересно. Так. Ну, самое интересное, что нам тут в данном случае не нужен этот Далатуру, потому что она Генрета восстановит нам способность. Что-то уберем. Господи, весь столб уже все в руке, по сути дела. Раз, два, три, четыре, да. Кольвейт все равно букву пять. Заканчиваем обмен. И начинаем. Десять. Отлично. Десятка. Уверенная десятка. Ну, дивизия. Опять у него семь. У него семь в руке. Ладно, мы так сделаем. Еще дивизия. Интересно. Ха, просто зеркало получается. Ладно. А мы еще дивизию. Еще дивизия. Ну, а думаешь, конечно, да. И он сейчас еще дивизию сделает. Ну-ка. Ну-ка. Нет, не дивизия. Подготовка к бою. Ну, пожеников он. Так, ну мы что? Мы ничего. Мы продолжаем. Так, усилить или семь. Давайте вот это сделаем. Барш по корне зуб. Так. Видите, как интересно у нас получается. Вот игры против противника какой. Ладно, хорошо. Мы кладем три карты вверх. Раз, два, три. Раз. Нет. Раз. Два. Вот такая карта из них. Вот. Три. Три. Раз, два. Через них и сверху еще этот. Так. Что он там? Убийство, да? Убийство. Как я и думал. Дайте фотку посмотрим. Учтожном. Давайте ему вининдаль вернем в руку. Я заслуживаю большего. Ай, на 12. Нет, не будет на 12. Там не поменьше. Блин. Ненужная карта зашла. Ненужная. Что там? Кольвейт. Кольвейт. Берется ныне Нильфгарда. Окей. Кольвейт, так кольвейт. Давайте мы это сделаем так. И. Давайте так сделаем. Блин. Жаль, что он, конечно, не солдат. Вот эти оба. Так бы мы их притиркой восстановили. Ладно, делаем так. Так, вининдаль. Ай, 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 ай. Дивизия. Давайте кольвейт. Рано или поздно он должен уже будет отступить. О, опять винину дали. И восстановили себе обилку. Отлично. Пас, пас. Так, мы берем четыре верхние карты на самом деле. И четвертая, либо Шиллерд, либо. Окей. Больше нам ничего не нужно. Так. Сверху у нас Шиллерд и два губителя. Ммм, так. И потом еще один губитель. Нет, сверху у нас Шиллерд, измена и один губитель. Ну, смотрите, вопрос, конечно, в том, что у него там есть. Ну, давайте, короче, будем давить его дальше. Шиллерд, удар. Что-то мы ему, наверное, орда... А, мы ему ордали снесли, у него он семерку стоит. А мы его сделали единичкой. Вот тут у него теперь один. И пять. О, у него Вильгефорца. Это сильно. Халуйское задание, я несу пакетель, не за что скажешь. Жалко, конечно, что... Теперь не будет. Эти лозы и насилы с ним. Губитель только один будет. Ну, да ладно. Мы, если что, можем себе Вильгефорца сделать. Пусть император вас всех вознаградит. Угу. Так, сверху еще. Пас, пусть отдаст карту тогда. Пусть отдает карту, и мы будем меняться. А, ну, у него может быть тирановы всякие. Ну, смотрите, Вильгефорца девятка. У него был свой. У него был свой. Угу. Ну, что, у нас всякий мусор остался в колоде. Нам нечем ходить, на самом деле. Ну, в смысле, нечем ходить вот из этого. Полный кал. Отлично. Отлично. Так, и сбросу противника мы сыграем турнир. Мы сыграем турнир. Пока, Хедьга. Отличный ход был. Мне нравится. Мне нравится не сам, не только сам Арт, но и сама Абилка. Очень хорошая. Мне нравится. Лидия вообще красавица у нас. Так, ну, что нам еще нужно подумать? А, у него, смотрите, Скорпион. Возможно, Губитель есть что-то еще, да? Хотя не факт, что у него Губители есть. Винендаль вышел. У него сплошная тактика осталась. У него осталось по одной, по одному удару, по одному, наверное, подготовке к бою одной дипломатии. И Скорпионы. Ну, Скорпионов ему. Амена. Мена. Так. Так. Чародейка. Окей. Окей, значит, Теранова может быть. А, нет, ну это ж. В смысле, блин. Так, ну, смотрите, я не думаю, что мы сможем как-то где-то еще тройку получить. Это вам спорно очень. Хотя, мы можем отыграть Мена, перебить Мена и достать какую-то карту тактики и врубиться ей этой картой тактики. Сверху у нас все равно четверка какая-то бежит. Или мы можем Мена создать через Артуадо. Ну, ладно, давайте Мену его возьмем. А удар оставим на всякий случай, может там что-то еще будет. Ладно. Это лучше делать так, чем сейчас отдавать Айвдаги и там что-то еще делать. О, 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 о. Что надо делать? О, приехали. Возвращаем в руку. Отлично, смотрите, он ставит его заново. Мы его хватаем и усиливаем притиркой. Да. Да-да-да. Такс, давайте мы его хватаем и усиливаем притиркой. Сейчас он у нас десятку стоит. А, так. О, все-таки фиг, что-то он может отыграть еще. Ну-ка, удар на три, это будет всего лишь семь. А-а-а-а-а-а-а, все, я понял, я понял, я понял. Так, мы вот что можем попробуем сделать, смотрите. Ранова создает. Горно, мы ему просто не дадим этот, в принципе, отыграться. Так. А, не, хотя если мы могли два удара сделать. Ну ладно, удар будет фиркарта. Удар будет фиркарта. Так что, вы играете особую карту из вашей руки, затем возьмите, добавляю статус шпиона. Ну, мы не можем сыграть карту из вашей руки, на самом деле, потому что не во что играть. Мы лучше так сделаем. Подготовка к бою и в мэна Каегорна. Ну, слушайте, мы очень даже хорошо идем. Он именно с пятерку похитит. Минус пять, тридцать. А, это и не важно. Ну, я же сказал, орда аля, абдаги. Что он нам вернет? Ага, отдал мэну. Отдал нам мэну. Хорошо. Ну, что, еще раз. Еще раз мэна Каегорна. Не сдаемся. Идем. Дальше. Ну, и там тактика, наверное, какая-нибудь. Так. Убийство. Но это ему ничего не было. Потому что мы можем сделать... Так. Победа. Отлично. Очень даже здорово, я хочу сказать. Очень здорово. Ну что, сразимся с Мильвой. Разве вы не видите? Так. Ну, мы делаем первый ход. Значит. Так. Ну, неплохо. Давайте, раз, два, три, четыре. Учетыре хорошие, кстати, четыре. Так. Знаете, так. Неплохо, я хочу сказать. Очень даже. Я вот только не помню, есть ли там кратская жара или нету. Ну, жаль, измены нету, мы Саски и не сможем снести. А, ладно. Десять. Так. И что у нас выкрут? Раз, два, три. Четыре, пять. Это шестой. Блин, тут ловушки. Ребята. Мы немножко недооценили противника. Нет, он переиграет. Эй, блин, или не переиграет. Может ведь переиграть через Йорвита. Как гадость. Ненавижу эту колоду. Эти ловушки. Нормально ж играли. Еще это так поставило. Хорошо, что умеет не снести Саски даже этим. Даже ударом. Ланда, император. Я прощаю тебя. На этот раз. Сразу сделаем себе золотую руку. Так, мильва нету. А, мильва в руке, значит. Значит, мильва в руке. Мильва-то в руке. И это здорово. Давайте так. И. Вот так. Все-таки жаль, что коль веет у нас не солдат. Так бы он так бы хорошо синергировал с подготовкой к бою. Мильва в руке, походу. Так, ведьма, чила. Вы совсем страх потеряли. Мне кажется, только его и нужно брать на самом деле. Так. И вот так. И сделаем. Да, то, что тут ловушки, это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Еще один эльфский. Да, мильва в руке. Мильва-то в руке сидит. Мильва-то в руке. Ну вот, собственно говоря, и мильва. Да. Ушла в колоду. И там еще бомба. Нет, стоп. Посмотрите, он бомбу отыграл, а мадук-то не вылез. Так. Отлично. Добро пожаловать в империю, мильвочка. Все, победа. Отлично. Всегда бы так. Ну что, сыграем с Кельтулисом, походу. Или вампирами на панцире. А, ну что, нам бы тут не мешало получить дивизию на самом деле. Нет. Нет. Не получим мы дивизию. Не получим мы дивизию. Ну что ж, у нас, вот смотрите, сколько тактики, а дивизии нету. Что делать? Ладно, давайте начнем потихоньку. Эрская дипломатия. Давайте альпу поставим. Так, гончая, гончая. 9. Ну, слишком сильно обилку начали расходовать. Окей. Ладно, пусть так будет. Я не повторю артисты. Пшшш. 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 Так, и смысл. Так, ну это понятно, что это какой-то то ли кельтурист или что-то еще. Только не понимаю, зачем вот это все делать, чтобы просто взять первый раунд, продавить меня во втором, типа. Или он боится моих тактик. Я вот этого понять не могу. На самом деле делаю еще один ход, притирку и все. По большому счету. Посмотрите, жаль, что Янкальвит не солдат. Так бы вот, мы бы его исцелили и он бы стал бы помощнее, типа. Так, я не могу. не все что нужно есть мы закончим обмен там у нас осталось-то колоде ну вот губители как раз а так сама грыз сама грыз давайте сотворим к ну вот естественно отбором него долбанем он ничего не сможет отыграть в итоге сейчас должен быть пас по идее а мы начнем следующую раунд с шиллерда нет не хочет нет не хочет что же делаем шиллерда в минус один но все-таки это было у нас короче дикая охота никель туризму дико охота с бабками и только под конец начала когда он в прошлом раунде всадников разыграл я начал думать что ну что-то тут не то совсем ну смотрите тут значит были реликты может кстати еще и ведьма будет какая-то сидеть будет ведьма сидеть давайте отыгрываем через и и хима так снесли дальше идем ясно я на самом деле не хочу этого оберона захватить он хотя бы жительство ну да пока у него все видите на преданности так что него берем скорее всего есть я бы хотел его захватить вопрос только сможем это сделать или нет все четыре или меньше четыре или меньше нету в единице или через защищение на каждый раз когда сыграете ведьма она усилимся так вы видите у нас обилка так что вопросы вопросы у него возникают как играть и прочее прочее о-о-о точно мы ведьму долбанули ну ладно так ну чё мы видим создаем насколько урон урона на 4 у нас у нас урон на 4 давайте в тебя долбанем тебя если что мы еще этого редина себе перетащим и отыграем через ныриет у меня кажется у нас пустой вот этот артуар 25 нет а у нас кстати есть а жизнь у нас будет 25 давайте или не давайте ну все у нас пустые на самом деле какую мы карту возьмем верхнюю верхняя будет убийство а в следующем раунде нужно будет движок снести наверно блин я не знаю как сделать по любому он с обероном что-то возьмет поэтому ладно давайте так сделаем и вот так все у нас новые обилки у нас шабаш теперь у нас не достанет по сути дела если что тарановой создаем еще одну ученицу тянет из нас карты конечно хорошо так неплохо я бы сказал осталось убийство помилование и губитель отлично пас пас помиловать ну вот нужно ли нам помилование мне кажется не нужно там троек не будет пусть будет губитель мы зато можем открыть ход губителем открыть партию губителем мы можем да да и на самом деле если у него оберон мы сейчас можем трех оберонов сделать смотрите смотрите нет двух двух раз и два давайте так просто пропускаем типа вход вот так нейтраль у него короче да бирона нету ну что не даем ему играть нейтраля берем дивизию и так опять нейтраль так ладно ставим дивизию и так смотрите превосходство он наносит два урона не даем ему делать превосходство ну что еще у него она пусть пока там будет так он у нас отыграл где оберон тогда из терналья так сделаем сделаем стрыгу тогда тирановой снесем нейтраля и кого то еще ну как расходство 4 урона ну как раз нейтрали сносим покоритель вот так и стрыга так и вот так все двойное преимущество мы у него ничего нет я думаю у него берон есть или он часом хочет отыграть нет у него ученицы да переоценила противника конечно но все равно я конечно хотел оберона я думал у меня три оберона будет ну ладно но все равно я конечно хотел так ну мы ходим первые давайте мы скидываем это и это у нас два три четыре карты давайте уберем тиранова он отлично отлично аэль керзайр слава императору понятно что там будет дальше там будет у нас опять гонка кто быстрее и больше а нет у нас тут яд у нас яд походу но он будет деньги приносить ну кому ж мы урон возьмем нет а ван давайте мы так сделаем ван ну мне кажется что тут вот этого надо забирать и вот так делать так будет короче 7 8 мы первые ну понятно да так выкусить и дружеский отряд давайте сотворим и сыграем так давайте так сделаем а он в принципе усиливается ну ладно у нас зато есть чуть-чуть побольше силы чуть-чуть побольше силы она дыриданса будет еще захватить все точно еще один ход ну все ряданец наш ряданец наш а и мы ставим обилку и он выпрыгнет когда у нас будет девятка тут лично отлично ну надо будет как-то сделаться с королем нищих еще тут проблема после 49 к 16 он делает два хода мы не делаем ни одного грубо говоря ну пас отличный пас уже пас так пас так давайте смотри три верхние карты у нас будут 1 2 3 еще 2 по мулигану и отыграем не может получиться самом деле может получиться 3 взяли 2 поменяли она закончил момент солдата лучше так ну что император все император ну что там гончий мутант или скорее всего вот этот будет а давайте мы вот так сделаем я попасть кто его отравит это генерал гончий мутант в итоге вы решила отравить в итоге гончий мутант ладно сделаем так хотелось мне этого делать да ладно потянем еще потянем время посмотрим что там у него я все-таки убежден что это король нищих но внутри цене подсказывают что это все-таки больше ядовитая какая-то колода с этим с потому что нет я вверх берега рубка и ну-ка давай шиверт ну-ка еще смотрим так красотки пошли но это все ясно это король нищих это король нищих так долбанем нет не будем пас не будем убить руку ладно в минус карте я конечно недооценил думала его нету этих гонщик они нам вышли через эту через дипломатию она любую в принципе создает и а ну и нам один отряд играть два один отряд и один удар милосердия мы во что-то обратим во что-то с изменами быть а мы кстати можем словом создать реально мы создаем соволу и этого или данец будет прыгать да точно 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 морская гиена на пробьется мы ее вернем в руку тут не сильно опасно давайте они а там яды же яды хорошо а сколько совол мы можем сделать можем сделать на самом деле не так-то и много один совола да через таранову только если получится эти он финишер он же финишер или гиену можем создавать вот лично так него яд один вот два вот и еще у него гонщий мутант ну что то что то мне тут все не нравится короче говоря ну давай сразу тогда травя трава нем его вот и все нет у него скажем так куда куда надо монетки скидывать возможно так она одна у него еще одна есть руки не факт конечно но возможно есть может мы его и протравим хорошенько понятно дело что в итоге у меня могут отравить легко в принципе фрик а может мы тогда фриком отыграем так а сейчас мы удары милосердию сносим фрика и на свою сторону его ставим в это будет круто я считаю и потом выпрыгнет еще ряданец ну сейчас нам подснесет 9 а неужели отлично ну смотрите короля нищих нету не наблюдается возможно он у него у него в руку залез это хорошо потому что мы делаем так ставим фрика и делаем вот так а может и нет не знаю вот смотрите вопрос мы же не можем химеру создать или можем в любом случае мы можем соболу создать через этого через окей окей ладно создаем тогда химеру и кажется получится просто фрик он еще хуже чем этот чем кто бы то ни было еще ну куча монет он там час отстреливался бы не дай бог мы ходим он ходит мы ходим давайте нет у него может быть я от у него я от может быть или движок еще она создаем химеру все отлично у нас химера и кстати смотрите химер это без и вот тут у нее нет обреченности да или есть обреченность непонятно о король нищих я сказал его король нищих в руке 9 это 40 и от ладно вернем в руку себе возьмем подготовку к бою солдат то нет агент так цезарь но у него король нищих плюс 9 это 40 же солдат не тут что такое почему солдат нет ничего это чего не солдат широк но неплохо плыть нам повезло конечно что кровь нищих у него в руку залез это конечно прям очень повезло но тем не менее тем не менее победа тем не менее и на этом жители империи пора заканчивать глорайер керзаер подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях с вами был не льв гордец до новых встреч